Как оказалось, люди не обучаемы, то есть мы нагромоздили много всего, у нас в кабинете был обзор, там аналитики, статистики, клики по ссылкам, переходы, то есть, ну, прям, кабина космического корабля. Совершенства нет предела, может быть, что-то будет круче, но... Появится следующий Марк Цукерберг, да, который придумывает. Да, но мы сделаем, чтобы у нас было все равно удобнее и выгоднее. Понятно. Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, сегодня у меня в гостях, так сказать, согласился на интервью Александр Сергеев, имеющий псевдоним Алекс Продиус. Привет, Алекс. Привет. Да, и вот мы сегодня собрались обсудить вообще, как Александр докатился до такой жизни. Ну, расскажи немного о себе, чем ты вообще занимался до интернет-бизнеса, кто ты по специальности. Приветствую всех. До интернет-бизнеса я занимался разными направлениями традиционного. Торговля розничная, оптовая, грузоперевозки, чем только не занимался. Везде пробовал, начинал, развивал, потом продавал бизнесы под ключ. В 2012-м мне посчастливилось попасть в такую интересную компанию, которая называется Токфьюжн. Вот. И продвигая, занимаясь этой компанией, пришла идея такая, что-то вот подобное создать, но более удобное, более понятное, простое, доступное для русскоязычного пространства. Поэтому вот начала потихонечку, шаг за шагом, появляться вот система Produce.com. Первая была работа на дому .biz в 2012-м году, потом была вторая версия, третья. И так мы улучшали, улучшали, апгрейдились. И вот дошли уже эта десятая версия Produce.com, которая вот сейчас есть. А смотри, вы, получается, когда стартовали, вы инструменты Токфьюжн использовали как бы, ну, как раз вот, как инструмент? Инструмент или вы не использовали инструменты Токфьюжн, а на их базе разработали свое? Ну, сама система была именно задумана для того, чтобы, ну, как, то есть я давал объявления, к примеру, там, в интернет, в газеты и собирал реально вживую, там, по 40 человек два раза в неделю на презентацию. Рассказывал им презентацию, приглашал их на элитные пакеты по 750 долларов, тогда они были. И большинство людей, наверное, процентов 95, у них были несколько таких отговорок, там, или времени нет, или у меня, может быть, не получится, или нет денег. И поэтому возникла идея создать такую систему, которая как раз высвободит им время, уже будет наполовину автоматизировано, человеку не нужно будет много уметь и понимать. Да. Деньги можно будет заработать. И вот первая, первая система была, там, с 5 долларов старт, вторая вообще была с одного доллара, человек начинает, 50 процентов зарабатывает, то есть двоих личников пригласил, уже свой доллар вернул, потом в плюс, и таким образом он поступенчат, там, 1 доллар, второй продукт 2 доллара, третий, там, 4, и там до 400 долларов было, 10 продуктов. И таким образом человек плавно включается, вовлекается, у него плавно выстраивается сеть, и когда у него уже стоит вопрос входить в саму компанию TalkFusion, ну, где-то там через месяц, через два, он уже видит, что у него уже есть клиентская сеть в этой экосистеме предварительной, у него уже есть деньги он заработал, уже у него все как бы получилось, вперед и дальше продолжаем уже на более высокий уровень. То есть, получается, это как бы сделали такую воронку, да, с возможностью перехода, да, с уровня на уровень. Да, такой трамплин в бизнес с ноля до уже нормального бизнеса. Ну, и так получается, когда у лидера есть такой инструмент, то лидер понимает, что вооружив свою сеть таким инструментом, то каждый там чайник, грубо говоря, сможет им пользоваться, и таким образом, как через этот трамплин будет строиться сеть быстрее и легче. И это ты создал еще в 2012 году, получается? Да. Ну, то есть опыт у тебя богатый. На твой взгляд тогда, раз ты уже так продвинулся в этом плане, ну, как ты помнишь, да, в 2012-2013 годы Top Fusion активно продвигался в СНГ, прямо там движуха была. Кстати, это был в Екатеринбурге в 2013 году, там Боб Рейна, президент Top Fusion, приезжал. Нет, я не был, я как раз еще не успел, я вошел где-то в ноябре 2012-го только в компанию, и пока туда-сюда, у меня еще, ну, там заняты были дела, еще семейные дела, я туда не попал, но мои партнеры, спонсоры, люди ездили там с Лешей Фомином. Леша к нам даже приезжал в Винницу, мы с ним ездили в тауну, там вместе отдыхали, спонсорились. Да, я помню, он проводил эти вебинары, трансляции, да, такие, там целые залы были. Так вот, вопрос, твое мнение, твое наблюдение, да, то есть, ну, на тот момент абонентская плата за инструменты Top Fusion была 35 долларов, сейчас даже не знаю, сколько он стоит. Вот, то есть, ну, и ты, думаю, заметил, то есть, была действительно движуха, конечно, основная масса людей заходили на маркетинг, да, мотивация была на маркетинг, на деньги. С другой стороны, было много отзывов предпринимателей, которые тоже инструментами пользовались, инструменты давали результат, а потом все пошло на спад. И вот вопрос возникает, то есть, вот, допустим, в твоем случае ты придумал такую, ну, я бы сказал, рекрутинговую систему целую, то есть, ты ее своим партнерам давал, и на чем все застопорилось? Застопорилось на том, что, как оказалось, люди не обучаемы. Угу. То есть, мы нагромоздили много всего, у нас в кабинете был обзор, там, аналитики, статистики, клики по ссылкам, переходы, то есть, ну, прям, кабина космического корабля. Много было функций, люди приходили, они заходили туда в кабинет, открывали это все, смотрели, и им уже ничего не хотелось. Ну, понятно, это знаешь, как человек первый раз в кабину самолета попадает, куча лампочек, тумблеров, да, вообще ничего не понятно, да? Да, поэтому вот десятая вот такая система против сетиком, мы уже разработали концепцию IT-визитка, то есть, это, ну, каждый человек знает, что такое визитка, то есть, простой, понятный продукт, и там особо ничего не нужно человеку настраивать, подключать, там, Яндекс.Метрики, Гугл.Аналистики, он просто вставляет свои ссылки, там, текст, фото, сохранил, все готово. То есть, ему не надо составлять свой, там, сайт-лендинг, как это было в предыдущих, то есть, много было сложностей, а каждая, там, на копейку делаем сложность, на рубль теряем клиентов. Чем больше функций, тем меньше идет дубликация и вовлечение в проект. А вот смотри, допустим, ведь часто упираются во что? Вот инструменты TalkFusion сами по себе были неплохие, но вот есть у тебя, допустим, можно с помощью TalkFusion было сделать видеописьма, там, страницу захвата и так далее, но часто все упирается в трафик. То есть, ну да, есть у тебя страница захвата, есть у тебя визитка, а что от нее толку, если трафика нет, да? То есть, как вот вы с партнерами этот вопрос тогда решали? То есть, у вас был какой-то отдельный, ну, источник платного трафика или что? Как вы это делали? Ну, в предыдущих системах там были у нас способы продвижения, там, как в социальной сети в каждой создать страничку, заходить к людям, лайкать, комментировать, там, скрипты, тексты готовые, разработанные. Были еще до 30 буксов насобирали, мы туда, там, такая панель была, 30 кнопок, где человек заходит, к примеру, в букс, там, заказывает, запускает рекламу, и в буксе у него уже своя эсеревка, он ее здесь же вставляет. И его уже приглашенный, заходя в систему, в этот же букс идет под пригласителя. У каждого пригласителя эти 30 буксов, они являлись и инструментами для рекламы, и тут же все приглашенные туда же заходили рефералами, как дополнительные еще 30 источников дохода. Ну, такие, ну, это было очень сложно. Теоретически оно все вообще гениально, все, все продукты шедевральные, все хорошо, можно мощно качать. Но люди заходили там в аккаунте, личные данные заполнили, до буксов, как правило, никто и не доходил. Это была шестая ступень, по-моему, там, да, шестая ступень уже. Человек первый, вторую, третью и останавливался. До шестой мало кто доходил. То есть проблема была именно в сложности освоения этих инструментов, да? Да, поэтому сейчас вот сделали все максимально просто, никаких там 10 инструментов, никаких настроек. Есть визитка, есть там коммуникационный инструмент, сейчас он стартует, уже он простой. Там IT-флайер будет, в котором, ну, такой лендинг, в котором по скрипту человек отвечает «да», «нет». Ответил «да», ему новый вопрос, как по скрипту продаж, «нет», другой вопрос. Таким образом… Вы меня слышите? Да, окей, продолжаем тогда. Да, как бы флайер этот человек подводит к правильному решению, ну, к правильному по идее пригласителя, как считают пригласителя, к продаже подвести клиента. И портал, большой портал, где будут все эти ячейки, ну, как бы каталог, такой большой справочник интернет, где, к примеру, любой заказчик может найти подрядчиков и подрядчик заказчиков, и в любых сферах деятельности, в любом бизнесе. Понятно. Ну, это те же, как бы, идеи, которые у нас изначально планировались, но мы очень сложно их реализовали, оно не очень пошло. Мы там набрали около 70 тысяч человек, всего зашло во все эти предыдущие версии. Да. Но сейчас динамика совсем другая, сейчас все просто, понятно, все бабушки уже, у нас 65+, много даже клиентов. Им очень все легко и понятно. Они зашли, ссылки встали, сохранили, уже визитка есть у них. Окей, замечательно. Вот у бабушки есть визитка, то есть она что с ней делает? Идет, опять же, в соцсети, раздает там своим друзьям эту визитку, рассылает или как? Ну, она может эту визитку, да, распространять, предлагать всем. Там на визитке пронаписано 21 день в подарок. Плюс бабушка еще может подарить подарочный промокод, который на 30 дней еще активируют. То есть любому человеку бабушка может подарить визитку на 51 день. Человек себе ее оформил, он уже сюда свои данные внес, он уже как бы немножко привязался, он кого-то пригласил, у него уже пошли какие-то регистрации. Он уже понемножку вовлекся, притерся, привык. Тут же он оформил уже свою информацию, уже начал потихоньку двигаться, а потом через 51 день у него выбор. Три тарифных плана или 5 долларов в месяц, или 30 в год, это в 2 раза выгоднее, или 100 долларов на 5 лет, это в 3 раза выгоднее. И к 100-долларовому пакету еще прилагается доля от оборота всей компании с продажи всех визиток. То есть первого числа каждого месяца вот этот VIP-клиент, который купил оптом на 100 долларов на 60 месяцев, он еще первого числа каждого месяца получает долю свою от оборота всей компании с продажи всех визиток. Ну, как бы такая инвестиция, но он же не инвестирует. Он купил себе в 3 раза выгоднее продукт, продукт, с помощью которого он себя же продвигает. Там же есть бонусная программа реферальная и еще и долю получает. Ну, видишь, здесь надо отметить, что, опять же, цена для рынка СНГ, на мой взгляд, такая разумная, потому что, опять же, при нынешнем курсе доллара по отношению к рублю или гривне, я так понимаю, ну, немного найдется желающих там за тот же Токфьюжн платить там 35 долларов в месяц, да? Ну, то есть здесь получается 5 долларов в месяц или можно заплатить сразу за год. Да, но еще про Токфьюжн 35 долларов в месяц, это если у тебя база 3000 человек, то есть до 3000. Да. Если база, там, например, по-моему, 10 тысяч, там уже 110 долларов в месяц. Для Америки это копейки, для СНГ, конечно, да, это уже нормально, ощутимо. Ну, видишь, это, на самом деле, я думаю, проблема многих именно сетевых компаний, потому что я помню, 98-й год, я общался со многими партнерами Гербалайфа, когда в России произошел дефолт и рубль по отношению к доллару рухнул в несколько раз, да? То есть автоматически все продукты зарубежных компаний стали дороже в несколько раз, да? И, ну, там лидеры целыми структурами переходили, допустим, из Гербалайфа в Вижен, потому что там цены были привязаны к рублю. Ну, вот так вот. Поэтому ценовая политика, она тоже важна. Да, и еще хотел спросить, то есть в какой-то момент, получается, ну, вы уже поняли, что нет смысла использовать инструменты TalkFusion и сфокусировались вот на своих инструментах, на доработке, да? Да, когда мы создали уже первую систему в 2014 году весной, уже у нас там было 22 компании. То есть началось, вот один TalkFusion делали, получается, что человек заходит, и там есть 22 компании, к примеру, там M-V, Reflame, там много-много разных. Вот человек заходит, видит свою компанию, у него там уже готовый, наполненный, оформленный лендинг по компании. Там о компании, о продуктах, какие мероприятия, какие там новые акции. То есть готовый лендинг, человек только свою или ссылку вставляет в кнопку зарегистрироваться, и все. И поехали. Вот в первой системе уже было 22 компании, но тогда возник второй минус. Многие лидеры не хотели сюда везти людей, потому что я завожу со своей компанией, а тут непонятно что, базар, он не знал, что происходит. Вот поэтому начали менять, начали закрывать отдельно под каждую структуру свою компанию отдельно. Ну и потом мы пошли вот эти усложнения. С каждой системой все сложнее и сложнее, что в итоге вообще перестали понимать, что это такое, и зачем это нужно. Уже в девятой версии. Ну, получается, на данный момент это уже с 2012 года разработки, то есть это в этом году уже 8 лет исполняется, да, как вы взялись за разработку системы. Да, девятая еще работа, это она называется System Up. Там, ну, упрощенная версия предыдущих сложных систем. Там осталось 5 буксов, 5 способов продвижения и 5 лендингов. Ну, там просто человек зашел, получил 5 лендингов для приглашения, там мам в декрете, пенсионеров, студентов, ну, всех аудиторий в интернет, кому нужен дополнительный доход. 5 готовых лендингов у него есть уже ссылки там с роликами, с оформленными, которые под него регистрируют. 5 способов и 5 буксов. И он просто может продвигать все, что угодно, сам себе ставит, свою компанию, сам продвигает. Слушай, а насколько вообще эффективны буксы? Потому что, ну, я понимаю, что, наверное, есть аудитория, там, категория людей, которым интересно, там, зарабатывать на кликах. Ну, я просто этим не занимался. То есть, ну, что, там реально дает какой-то выхлоп? Все зависит от компании, от продукта. То есть, если это какой-то... Компания с физическим продуктом каким-нибудь, да? То, наверное, не так эффективно это все. Оно не так эффективно. То есть, буксы, они работают на какие-то проекты, в которых там старт, доллар, до пяти. Да, с минимальным входом, да? Когда у меня были вот вторая, третья, четвертая система, по буксам очень хорошо шло. То есть, на SalesPrint я на 50 долларов запускал рекламу, мне подходило 150 человек, по доллару оплатились уже в тройне. 200% в возврат. То есть, получалось там по всем буксам, ну, примерно такая же конверсия. Если какую-то компанию пускать, ну, как, например, Токфьюжн, ну, это вообще в бестолку. Деньги на ветер, ну, никто не зайдет. Потому что вход большой, да? Ну, и вход большой, и по-холодному оно не идет. Это надо в теплую, встречаться с человеком, объяснять, помогать ему настроить, помогать ему пригласить. Ну, и обыкновенная сетевая работа должна быть. Ну, так вот, твое тогда резюме, именно твоя система, она эффективна для каких направлений, для каких компаний? Моя система эффективна для любых компаний. Ну, то есть, смотри, тут же получается, как бы, это уже не система, это визитка. Так. Ну, по сути, каждому человеку, у которого есть там лицо, фамилия, личность, какие-то контакты, информация о себе, он может пользоваться этой визиткой. Просто под себя сделал, ну, как обыкновенно. Если человек что-то продвигает, какой-то продукт, какую-то компанию, оформляет под проект, под компанию, под там акцию какую-то. Люди даже у нас с Новым годом делали новогодние, как открытки, визитки, с днем рождения, визитки, поздравления. Там человек может свой дизайн вставить? У него есть картинка какая-то, и раз и вставил, да? Есть такая функция? Сейчас работает первый вид, их будет три вида визитки. Первый вид называется стиль. Там уже готово есть 50 шаблонов, то есть 60, человек выбрал любой, ну, чтобы просто было вообще. Да, да, да. Выбрал цвет, поставил ссылки, сохранил. Второй вид будет деловой, такой строгий, там будет все скрытое. Клик, конечно, открывается в упадающей списке. Третий вид будет именно дизайнерский, где человек может себе создать свой велосипед, то есть загрузить любой фон, кнопочки раздвинуть по экрану влево-вправо крестиком-ноликом, как захочет. То есть себе сконструировать свой макет. Он запланирован там на сайте в плане развития, он есть. Сейчас все по плану делается внедряем. Вот смотри, в TalkFusion там, получается, был рассылщик, да, то есть человек мог ввести там форму подписки почту, ему там приходило. У вас, я так понимаю, тоже есть какие-то рассылщики, которые там могут рассылать на почту или в соцсетях, да? Да, на визитке стоит подписная форма, она уже на самой визитке ставлена автоматически по умолчанию. Ну, на дизайнерской человек может ее убрать. А первая, стандартная, она стоит. Вот когда вводит, ну, желающий подписаться туда свои данные, там телефон, имя, имейл, он подписывается в базу человека навсегда уже, подписчиком крепится под человеком. Потом, к примеру, у тебя там база накопилась, ты хочешь разослать, берешь второй инструмент, инфосфера, там есть чат, вебинары, органайзер, видеоролики, можешь встать их платные, бесплатные, монетизировать. И есть рассылки. Рассылки именно по имейл, не по аккаунтам. По аккаунтам можно будет, сейчас мы сделаем прямо из самой визитки. Ну, в первом продукте можно по аккаунтам рассылать, а из второго продукта именно по имейл массовая рассылка. Ставишь сообщение, отправляешь каждому на почту, приходит письмо, там, от тебя инфа, по твоему проекту, по твоему продукту. Но это не приводит, опять же, к таким злоупотреблением, потому что, допустим, если ваша система существует давно, то есть я так понимаю, у некоторых, кто уже в этой системе давно, база, наверное, в десятки тысяч. И, понятное дело, если у тебя есть такая большая база, там, наверное, человек регулярно делает рассылки, то есть, опять же, не приводит ли это к изобилию спама, что все считай над тобой там кучу вышестоящих, и они тебе там постоянно что-то шлют. Там, получается, ты можешь рассылать, ну, то есть человек получает сообщение только от того, в чьей инфосфере в этой группе он состоит, от самого админа. Если ты администрируешь свое сообщество, там их тысячу человек, ты отправляешь, то твои личники, их личники там в уровне получают именно от тебя. То есть, кто выше тебя стоит админ, он в твою сеть не имеет доступа. Это если ты подтвердишь, что дашь ему разрешение своих бомбить инфой, то он только к тебе отправит и в первый уровень. Потом первый уровень, если подтвердит, ну, то есть все. Инфосфера – это получается что-то вроде тематического чата, что ли, или группы? Да, тематическая группа, ну, к примеру, у тебя есть несколько проектов. Ты по одному проекту берешь одну инфосферу, там одна информация, там новости вида. По второму проекту вторую, третью. И здесь у тебя люди в разных отдельных информационных сетях, информационное поле. Здесь одна информация, здесь третья, но ты ими руководишь, контролируешь, там рассылаешь, получаешь обратную связь. Ну, это уже более сложнее инструмент коммуникационный, но это для админов, для руководителей. А вот для рядовых, для простых там, рядовых для них просто визитка, и больше им как бы не нужно. Ну, за последнее время, допустим, есть примеры людей, новичков, которые вот начали пользоваться этой системой, и у них там стало хорошо получаться. Ну, вот на YouTube есть у нас канал. На сайте внизу там есть канал. На канал зайти, там есть плейлисты, есть трансляции. Вот уже провели 25 трансляций, будет в среду 26. Вот трансляция, можно посмотреть отзывы. Там вот я сегодня пересматривал, по-моему, 15 трансляция, 15 или 12, там 120 отзывов, комментарии. Некоторые там прямо расписывают, как я вот придумал новые, это можно использовать как резюме, как кто-то там сумму на день рождения подарил, кто-то с Новым годом как открытки использовал. Ну, такое, и отзывы, обратная связь, все вот в комментах на YouTube много очень. Ну, на твой взгляд, это там может быть самый продвинутый или один из наиболее продвинутых инструментов, да, такого рода? Ну, совершенству нет предела. Может быть, что-то будет круче. Ну, появится следующий Марк Цукерберг, да, который придумал. Да, но мы сделаем, чтобы у нас было все равно удобнее и выгоднее. Понятно. То есть, когда ты создаешь проект, ты автор проекта, у тебя разработчики, команда, все как бы понимают тенденции рынка, анализируем рынок, все, что есть на рынке, выбираем самые лучшие, самые нужные функции, делаем это максимально удобно, понятно, просто в аккаунте, чтобы каждый понимал. Делаем это по цене, доступно для всех. Если где-то появляется конкурент, то у них, ну, сейчас я могу сказать 100%, на рынке все, что есть, оно или там в 5-10 раз дороже, и оно немножко другое, оно проще. То есть, там где-то есть одно, где-то есть второе, где-то есть третье. У нас это есть все в одном месте и выгоднее по цене. Ну, даже вот рассылки, к примеру, мы сравнивали с, есть такой рассылчик, SendPulse называется. Угу. Вот, был хороший смарт-респондер, его почему-то закрыли, наверное, там какие-то причины у них были. Да, Макс Хиггер закрыл его. А он, я смотрел интервью, мне тоже было интересно, он сказал, надоел уже. Там просто продавать, ну, это его детище, ты же знаешь, он много лет им занимался, и он просто продавать там в какие-то чужие руки он не хотел, поэтому решил закрыть. Угу. Продал бы там, я не знаю, Facebook или Google или кому-то. Ну, база, наверное, там гигантская была, да. Да, там гигантская база была. Так вот, мы сравнивали даже рассылки. Если у нас с инфосферы, ты рассылаешь там какое-то количество писем, ты можешь бесплатно в счет крифтного плана, а если превышает, то есть там цена за одно письмо. К примеру, 0,001 от доллара. То есть одна десятая цента за письмо. Угу. А в рабочих сервисах это, к примеру, там, один цент. Ну, то есть мы сравнивали, что у нас получается в 20 раз в игре делать рассылки, чем вот в тех сервисах рассылочных, которые есть на сегодняшний день. Угу. Понял. Знаешь, меня что удивило? Вот когда была наша, как это сказать, наша встреча, ну, вот когда впервые я услышал вот эту информацию от тебя, то есть как бы вот эти сами визитки, у меня зрительная память хорошая, я, по-моему, первый раз их видел, да. И когда ты мне говоришь, что, по сути, вы уже 8 лет почти этим занимаетесь, то есть как бы, ну, сам знаешь, сетевики, ребята, активные, там, постоянно что-то присылают, вот я не помню ни разу, чтобы мне именно кто-то такую визитку присылал. То есть это, ну, потому что люди еще не научились ими пользоваться или что? Визитки, как таковые, как ты их видел, они появились только вот в октябре 2019 года. А. Угу. В октябре мы их, ну, официально стартовали, мы компанию пропустили. В ноябре, 1 ноября была первая трансляция, вот там на YouTube есть, то есть мы начали их в ноябре двигать. Угу. По факту это вот ноябрь, декабрь и вот заканчивается январь. Три месяца они только на рынке. До этого были системы, они там назывались, Evolution была система, там Interdigital, но они такие не особо сильно широко развивались, там было в первом сервисе 8 тысяч человек всего лишь набралось. Извини, это тоже ваши системы или это конкурирующие какие-то? Ну, наши, которые мы, как бы предыдущие наши шаги. Версии, да, предыдущие системы. Да, версии, на которых мы шли, изучали рынок, проводили исследования, что работает, что не работает, что нужно, что не нужно, как лучше. Угу. Тестировали. Угу. Ну, они давали доход, каждая система себя купила, дала нормальный доход для своего уровня на то время, как это было. Потому что я сейчас там где-то есть на Ютубе записи, люди делали обзоры систем. Да. Я набираю в Ютубе там работа на дому точка бис обзор. Угу. Есть рифоводы такие, ну, знаменитые в сети, делают обзор, там женщина одна. Ну, и рассказывают, вот, по кабинету, как работает система. Я смотрю, ну, это вообще каменный век, мне же смешно. Угу. А там в двенадцатом году это было круто, это было на уровне. Вот. Все так быстро меняется, и что... Только успеваем. Окей. Из, допустим, ну, вот из последних примеров, ну, есть какой-то пример сетевика, который, допустим, завел всю... Ему понравились ваши инструменты, он всю свою структуру стал заводить именно в эту систему, чтобы у всех были вот такие визитки и так далее. То есть, и какой результат это в итоге принесло? Вот есть какие-то примеры? Потому что ты говоришь, вот там есть отзывы людей, но хотелось бы знать именно, ну, отзывы не просто отдельного какого-то партнера, который там зарекрутировал кого-то, а вот глобально, чтобы лидер прямо всю свою структуру завел в вашу систему, у него результаты там удвоились или утроили. Да, заходят лидеры, лидеры, есть их, ну, сейчас немного, ну, человек пять, таких, которые еще давно вот с первой системы там заходили, приходили, уходили, вот, заводят большие структуры, команды, они же там тоже пишут, поздравляют своих партнеров там с рангами, акцию проводили, один выиграл, ну, выиграл, не выиграл, а заработал. Вот эту инфосферу, вип-инфосферу, которая только в марте будет стартовать, он уже там проделал работу, выиграл, и он получит ее уже в подарок, когда она стартанет. И заводят, подключают люди страны, там уже Австралия у нас заходит, Канада, зашла уже Австралия, Канада, немцы сейчас заходят, уже немец один у нас на трансляции, мы трансляции проводим, разыгрываем 5 призов, там было по 10 долларов, просто среди участников. У нас уже немцы выигрывают эти призы денежные, заходят, заходят люди, команды заводят плотно. Смотри, у вас система заточена в основном на русскоязычный рынок или англоязычная поддержка тоже какая-то есть? Сейчас, пока только 3 месяца, все русскоязычное, в плане, там есть план развития, все языки, бенгальский, французский, сейчас первый немецкий, потому что немцы уже заходят английский. Я почему спрашиваю, потому что, в принципе, с английским у меня нормально, помимо основного канала на русском, на ютубе, у меня есть еще английский канал, там 2600 подписчиков, вот, то есть, и, ну, я тоже заинтересован именно в развитии международной аудитории, не только русскоязычной, да, и, конечно, если есть инструменты, которые, ну, помогают в этой сфере, да, потому что мы, мы все понимаем, сетевики, что сетевой строится на дубликации, ты можешь быть крутым сетевиком, крутым рекрутером, но если твои там люди не могут за тобой повторить, да, толку особо не будет, да, поэтому, конечно, я, ну, и спрашиваю, упомяну просто Австралию, но Австралия, я так понимаю, это русскоязычные какие-то партнеры, просто живущие в Австралии, да? Да, это какие-то диаспоры заходят, но, да, вот у меня знакомый мой товарищ, у него компания была такая по золоту, Swiss Golden, и у него там структура около 480 тысяч человек, почти все испаноязычные, вот туда пошло, там Аргентина, Южная Америка, Испания, большинство оттуда, вот, а здесь почему-то вот у него не пошло, ну, а другие из команды пошло хорошо по СНГ, вот у всех по-разному, где-то у кого-то идет там, у кого-то там, поэтому будем делать все языки, и индийский надо, и китайский надо, просто они необходимы, чтобы уже работать, и будем делать. Ну, здорово, отлично, и еще подведи вот резюме, то есть эта система, ну, ты уже сказал, что она, в принципе, для всех компаний подходит, да, но для каких-то, может быть, лучше, для каких-то хуже, по твоим, опять же, наблюдениям, по результатам, может быть, там, для компаний с цифровым продуктом, например, лучше подходит, или, или без разницы, что цифровой, что физический. Ну, конкретно, как на 100%, это будет видно на практике, да, то есть практика покажет, у кого-то пошел лучше, у кого-то хуже. Пока, теоретически, можно предположить, что всем подходит. Например, вот салон красоты у тебя, к примеру, есть, или барбершоп, у тебя там есть 20 барберов, они работают с трибутом, бороды берутся. Ты берешь себе инфосферу, как админ, эти барберы у тебя, как подписчики, в первом уровне стоят, там у вас чат, встроенные все, вся эта экосистема, они свои эти визитки каждому клиенту дарят вот на 51 день. Клиенты могут заниматься своим там торговлей, чем угодно, турагентство, электрики, сантехники, все там лидеры, сетевики, страховики. Клиент под себя уже настраивает визитку и кому-то дарит, тот под себя, тот под себя, и получается выстраивается сеть, экосистема, но при этом каждый занимается своим каким-то делом. Да, понятно. Но так как ты админ, ты инфосферу администрируешь, они все с визитками вооружились, ты новости опускаешь. Вот в барбершопе у нас там новые стрижки, новые крема какие-то, новые там парфумы, и все, вот эти, вся структура, все даже, кто и не знал о твоем барбершопе, им просто где-то визитку уже там подарили. Они видят информацию, они видят акции, они твои подписчики, они в твоей же сети против сетеков. Тебе как админу 10% поднимается с бесконечной глубины, со всех там их оплат наверх. Ты монетизируешься и плюс информируешь о своих товарах, услугах всем. Получается, как бы, такой продукт, который можно применить к любому бизнесу, к традиционному. То есть, это не только сетевой, но и традиционный бизнес, да, сфера услуг и так далее. Да, ты сначала привлекаешь к себе клиентов, даря ему такие визитки, они их для себя используют. Но эти клиенты уже в свое информационное поле крепятся, и ты в самой экосистеме получаешь бонус-баллы, они там что-то платят, тебе поступают в вознаграждение. Плюс они у тебя уже в твоей информационном сети, какой у тебя там бизнес, ты им информацию, рассылки, новости, там чат есть. Они уже в теме бизнеса ходят. Уже и клиентов получил, и подписчиков, которые монетизируются дальше. Хорошо, слушай, ну спасибо, интересная информация, надо будет глянуть вашу систему изнутри, посмотреть, как это все работает отдельно, наверное, договоримся, пообщаемся. Да, заходи, вот будет, по клубу можем сделать тебе эту визитку клубную. Да, значит, друзья, у кого к Алексу будут вопросы, то на экране вы сейчас увидите его контактные данные, соответственно, можете по этим ссылкам перейти и посмотреть, примеры визиток, или связаться с Алексом, задать дополнительные вопросы. Вот, Алекс, тебе спасибо за интервью, будем продолжать сотрудничать, будем общаться, и следить за вашими успехами. желаю успеха в развитии компании. Спасибо, Андрей, спасибо, друзья, давайте счастливо, успех. Пока-пока. Global Star Club возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...